Всем привет! Только что вышел репорт по Калгаре от экономистов Банка БМО и я хочу поделиться им с вами. Введу лишь некоторые данные из этого отчета. Экономика Альберты в 2023 году показывает невиданный ранний рост. Сегодня экономические показатели провинции превзошли те, которые были в Альберте в годы нефтяного бума в начале 2000-х. Прогнозируется, что в этом году профицит бюджета Альберты составит как минимум 2,4 млрд долларов. А если цены на энергоносители удержатся на сегодняшнем уровне до конца года, то, скорее всего, мы увидим профицит гораздо больше. И это при том, что Альберта сегодня полностью ушла от нефтяной зависимости и доходы в бюджет лишь на 20% зависят от энергоносителей. И все это на фоне того, что подавляющее большинство канадских провинций сегодня имеет большой дефицит бюджета. К примеру, прогнозируется, что в Онтарио дефицит бюджета в 2023 году превысит 1,5 млрд. А в целом по Канаде бюджет 2023 года будет дефицитным более чем на 40 млрд. Также репорт Банка БМО указывает, что Альберта сегодня – это самая быстро развивающаяся провинция в Канаде, по сути, совершившая экономическое чудо, полностью перестроив экономику менее чем за 4 года, полтора из которых пришлось на тяжелые годы пандемии, в которой правительство Альберты, хотя и было полностью не согласно с действиями федерального правительства, но вынуждено было подчиняться. Сегодня же, после вступления в силу в прошлом году акта о суверенитете провинции от федерального правительства Канады, уже никто не может повлиять на принятый Альбертой путь развития, и по оценкам всех аналитиков, то, что сегодня происходит в Альберте, это в действительности только начало бурного развития провинции. Также репорт указывает на то, что люди массово переезжают в Альберту из других провинций Канады, в основном из Онтарио и Британской Колумбии, причем переезжающих становится все больше и больше. Ожидается, что по итогам 2023 года только население Калгари увеличится примерно на 100 тысяч человек, и это при общем количестве населения в Калгари сегодня в 1,6 млн. То есть при общем количестве населения в Калгари в 4 раза меньше, чем в Торонто, прирост населения такой же, как в Торонто. Конечно, все это не могло не отразиться на рынке недвижимости Альберты. Отчет БМО указывает на то, что рынок Альберты, в частности Калгари, как самого большого города провинции, сегодня самый сильный во всей стране. И хотя власти Калгари предлагают все усилия по увеличению темпов строительства, цены на недвижимость тут растут буквально на глазах. Совет по недвижимости Калгари на сентябрь показывает следующие данные. Цены на отдельно стоящие дома за год выросли на 10,3%. Сэми на 10,1%, квартиры на 13,5%. Ну и самый сильно подорожавший сегмент рынка – это таунхаусы, которые за год подорожали на 15,7%. Количество предлагаемых продажей объектов, наоборот, упало аж на 32% по сравнению с прошлым годом. Ну и самый, пожалуй, наглядный показатель супергорячего рынка – это индекс Months of Supply, показывающий, за сколько были бы раскуплены все предложения на рынке, если бы перестали выходить новые листинги. Этот индекс широко используется для оценки состояния рынка недвижимости. Сегодня в Калгари он на критически низкой отметке – в 1,19%. То есть инвентари на рынке сегодня в Калгари чуть больше, чем на месяц продаж. Причем маховик подорожания цен в Калгари, как мы и предполагали, только раскручивается. Еще в июле статистика показывала гораздо более скромные цифры в годовом эквиваленте. И не забывайте, все это происходит на фоне общего кризиса высоких ставок кредитования в Канаде, когда в большинстве провинций цены на недвижимость только снизились. Нетрудно понять, почему это происходит. Сегодня при цене недвижимости вдвое ниже, чем в Торонто, средний семейный доход в Калгари уже на 25% выше, чем в Торонто. И опять же, разница только растет день ото дня. Еще в начале года разница была значительно меньше. А для приезжающих в Калгари из Антарио и Британской Колумбии сегодняшние цены в Калгари – это вообще просто даром. По моему мнению, Калгари сегодня – это лучшее место для инвестиций в недвижимость. Риски тут сведены практически к нулю, а доходность, навложенные в приконстракшн проекты и депозиты, просто зашкаливает. Такой доходности мы не видели даже в годы самого сильного подорожания цен на недвижимость в Торонто. В отличие от Торонто, в Калгари для покупки на приконстракшн этапе требуется депозит всего в 10%. И то не сразу, а несколькими платежами в течение первого года. Цены на просторные двухспальные квартиры меньше 400 тысяч долларов. Четырехбедронные таунхаусы с гаражом на две машины на приконстракшн этапе можно купить за 500 с небольшим тысяч. Соответственно, для покупки на приконстракшн этапе инвесторам требуется сумма всего в 35-55 тысяч долларов, то есть в 3 или в 4 раза меньше, чем в Торонто. За последние два года мы помогли приобрести недвижимость в Калгари сотням инвесторов. Наша компания оказывает полный спектр услуг для инвесторов, инвестирующих в Калгари. Это покупка, продажа, аренда, менеджмент, юридическое оформление сделок, финансирование. Все это в одном месте в нашем офисе в Ричмонд-Хилле. Не упускайте свой шанс, очень выгодно вложить деньги, пока еще есть такая возможность. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok